здравствуйте меня зовут фёдор васильев я вас приветствую в новом видео в этом уроке я хочу вам показать инструмент для программы adobe muse это виджет универсальный виджета lightbox что такое lightbox это что-то открывающийся во всплывающем окне это может быть адрес сайта ролик с ютюба фотография или google карта вот есть пример то есть всплывающее окно в программе adobe muse мы можем повесить в принципе на все что угодно на картинку на фрейм и так далее то есть сейчас демо пример вот у меня есть логотип news я кликаю и во всплывающем окне у меня открывается сайт сайт подгружается во всплывающем окне то есть тут уже все предусмотрено во первых здесь уже есть в наличии ползунок если сайт на длинный не умещается в окно окно затемняется есть крестик закрыть и это все дело у нас еще и адаптивное да вот такой вот крутой виджет давайте перейдем в программу adobe muse и рассмотрим настроечки данного виджета данный виджет вы сможете скачать на моем сайте ссылочка будет в описании этого видео когда вы перейдете на сайт на странице сайта вы увидите вот такую желтую надпись вместо кнопки вам нужно лишь авторизоваться на сайте и тогда здесь появится кнопка для закачки виджета если вы не зарегистрированы еще у меня на сайте то пройдите бесплатную регистрацию переходим в программу adobe muse виджет устанавливается как обычно заходим в папку в библиотеку с виджетами у нас будет вот такая вот папочка здесь будет находиться несколько вариантов давайте рассмотрим несколько первое что нам нужно сделать нам нужно вытянуть вот этот верхний первый вариант и можно поместить его за пределы холста это у нас идет затемнение фоном когда у нас lightbox открыт то есть у нас здесь есть параметр сразу заливки можно выбрать под дизайн нашего лендинга каким цветом залить экран затемнение да сейчас вы это увидите и даже можно настроить здесь opacity то есть прозрачность сделать чтобы например едва было затемнение или сделать совсем темным далее следующий элемент который мы вытягиваем на холст это вот третий вот этот вариант то есть вот это мой вариант второй рассмотрим чуть позже мы вытягиваем на холст вот этот вариант здесь как вы видите у нас особо настроек нет также можно вынести его за пределы холста то есть на сайте это никак отображаться не будет и ползунок внизу не появится мы можем назначить как я уже говорил lightbox любому элементу например взять начертить прямоугольник закрасить его цветом и назначить его как бы кнопкой да я буду показывать на примере картинки любая gp картинка или png что мы делаем мы в этом параметре просто копируем или запоминаем пишем от руки график ста мы здесь будем использовать данную опцию чтобы назначить данный график стайл нашему элементу мы кликаем мышка выделяя его и на панели ищем стиле графики здесь внизу мы нажимаем создать новый стиль он здесь появляется два раза левой кнопкой мыши по нему кликаем так что появилось всплывающее окно и прописываем название нашего стиле графики окей по сути самое сложное мы выполнили теперь нам остается лишь повесить ссылку на данную картинку выделяйте картинку переходим в ссылки а сюда либо прописываем ссылку вот я ссылку уже добавил просто ее выделяем и идем в предпросмотр браузера посмотрим как у нас все работает я кликаю увидите сайт открылся теперь что касается youtube открываем ссылку на ролик который необходимо вставить во всплывающее окно копируем адрес ссылки выделяем также наш объект ссылку я убираю и добавляю а youtube также давайте сделаем предпросмотр кликаю и вы видите у нас во всплывающем окне открывается видеоролик причем он сразу запускается и есть элементы управления можем сделать во весь экран все у нас работает вы видели экран затемняется таким темно-синим цветом соответственно это управляется у нас здесь вы можете поменять цвет заливки давайте рассмотрим еще два варианта нам нужно сделать так чтобы открывалась картинка в всплывающем окне и карта от google чтобы открылась картинка давайте добавим картинку вниз для этого мы выбираем файл или же мы можем сразу пойти выделив наш объект ссылки точнее вот сюда в эту опцию и здесь вот есть файл ссылка на файл выбираем с компьютера изображение я выбираю свое изображение выделяю его нажимаю открыть все изображение здесь у нас видно на вас подгружена давайте перейдем с вами в браузер и проверим вот вы видите во всплывающем окне открывается картиночка переходим в поисковик google пишем карты переходим в google карты значит пишем здесь в поле поиска например расположение вашего офиса или вашего дома я выбираю свое далее мы выбираем вот здесь вот поделиться и выбираем код копирую всю ссылку фрейма закрываем окно открываем блокнот нам нужно почистить ссылку потому что здесь у нас есть левые элементы то есть ссылка у нас начинается с https значит до нее весь фрагмент мы просто удаляем далее у нас ссылка достаточно длинным мы смотрим там где закрываются такими двойными вот так вот кавычками соответственно все что после мы удаляем вместе с кавычками то есть элементы нам здесь это не нужно теперь мы получаем чистую ссылку то есть по-другому мы не сможем задействовать всплывающее окно точнее карту во всплывающем окне теперь мы это выделяем всю ссылочку копируем теперь скопируем ссылку аналогичным образом мы вставляем в поле ссылки enter давайте посмотрим кликаю и у нас прекрасненько открывается карта во всплывающем окне причем она вся интерактивная все здесь работает теперь открываем виджет второй элемент вытягиваем сейчас я объясню что это такое и удаляем элемент градиент то есть а точнее заливку цветом здесь у нас есть возможность сделать градиентную заливку экрана когда у нас lightbox открыт также можно вынести за пределы холста и здесь очень просто переход цвета от синего стоит до зеленого меняете на свое и прозрачность и локацию здесь можете просто поиграться настройками посмотреть то есть это уровень градиента то есть в какой момент этот локацию до в какой момент будет происходить переход то есть это уже не столь важно здесь просто настройте как вам нужно главное эффект давайте посмотрим вот вы видите у нас слева более синяя сторона а справа уже зеленая то есть именно заливка экран на этом данный урок и заканчиваю надеюсь для вас был полезным если это так поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал на этом здесь все и до нового видео если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь